Всех приветствую, дорогие друзья! С вами Илья, я нахожусь на мобильной выставке в Барселоне и сейчас непосредственно на стенде Самсунга. Есть возможность посмотреть, прикоснуться к прекрасному. Это Galaxy S10 Plus. Вот такая вот мощная штука. Что я вам скажу? Вживую выглядит все намного наряднее. И, ну, первая фишка, которую вообще можно заметить, что любые фоновые рисунки, ну, на рабочем столе, они затемнены вот к этой области. Видите, чтобы вот этот отрезок камеры, он не так был виден. Потому что на версии, которая обычная, к примеру, эта версия 10i, здесь, видите, не так виднеется прям вот этот вырез один. И, кстати, вот этот вот телефон мне нравится больше, но про него чуть позже. Итак, возвращаемся к S10 Plus версии. Давайте я вам сразу покажу, какие здесь вот фоновые рисунки есть. Ну, вот к этому, да, я привязался. Давайте раскроем эту тему. Значит, изначально все фоновые рисунки, видите, они затемнены к правому верхнему углу. Ну, чтобы не так акцентрировать внимание на камере. Может, оно и к лучшему, но, видимо, придется это делать всегда. Но, с другой стороны, когда у тебя на экране много всего, этот вырез, ну, смотрится лаконично. Лаконично. Потому что на фотографиях и на видео, которые я видел в интернете, получается, немножко как-то были сомнения. По факту, ну, да, немножко странно, но ладно, привыкнуть можно. Давайте поставим с вами, к примеру, вот такой вот фоновый рисунок и посмотрим, как это все будет выглядеть. Да, пожалуйста. Вот так вот ты его разблокируешь, но сам по себе аппарат ощущается очень дорого. То есть, прям вот, дорого-дорого. Samsung так умеет. Ну, я вам скажу, что по сравнению, к примеру, с S9 версией плюсом, да, стало круче. То, что, ну, вот, по ощущениям стало намного круче. Ну, также вот опять этот вырез. Это что-то новое, что пришло в 2019 году. Сейчас все делают либо раскладные телефоны, либо у нас получается вот с такими вырезами под камеры. В S10 плюс напомню, что у нас двойной вырез под камеру. В обычной десятке и в E у нас одинарный. Здесь у нас умеет камера делать режим букет, то есть замыливать задний вид. Давайте протестируем, как это все выглядит. Здесь у нас теперь оболочка One UI, она, в принципе, ничем не отличается. Здесь все так же стало прикольно по-самсунговски, и мне это нравится. Вот. Мору-баку. Ну, хотя, хотя, знаете что? Samsung Experience, наверное, вот в этой области мне нравился больше. Ну, чисто визуально, но это дело привычки, конечно. Конечно, дело привычки. Давайте переходим в камеру. Напомню, здесь у нас идет тройной модуль камеры. Широкоугольная, телефото и обычная камера. Плюс опять датчик, ну, сердцебиение. Это прикольно, что есть в телефоне, не нужны никакие дополнительные аксессуары для этого, там, часы и так далее. Окей, вот она обычная камера. Давайте попробуем сейчас включить широкоугольную. К сожалению, полностью протестировать не могу, потому что нельзя вставить свою карту памяти, пофотографировать, я спросил, у меня отказали. Ну, окей, это уже дождемся, когда телефоны появятся в Москве. Ну, что? Так, конечно, вообще ничего нельзя сказать, пока ты не фотографируешь и не уводишь на дисплей компьютера. Есть такая фишка, как оптимизация сцены. То есть у нас умные всевозможные алгоритмы понимают, в какой сцене нужно снимать. Есть live focus, то есть мы можем прямо вот так вот затемнять, смотрите, какие прикольные штуки получаются. Ну, режим Pro, панорама, режим еда отдельный и режим, смотрите, инстаграма. То есть вы знаете, что теперь можно хреначить прямо напрямую в инстаграм отсюда. Да-да-да, ты снимаешь историю, она у тебя сразу загружается туда. Вот это прикольная тема. Вот это классно, они интегрировали. Смотрите, открывается вообще полностью на весь экран. Смотрите, как красиво это выглядит. Просто офигенно. То есть у тебя прям ты держишь, как будто, ну, смотрите, рамок вообще практически нету. Это очень круто выглядит. Ооо, вот это меня поразило. Да даже вот сейчас уже и пофигу на этот вырез. Смотрите, как круто. Я как будто часть мира держу в руке. Круто. И при этом, смотрите, что круто. Можно сразу в инстаграм пилить и широкоугольные у нас фотки получаются, и видео. И либо можно обычные, либо телефод сразу. Ну, конечно, интеграция с инстаграмом просто потрясающая. Ну, что касается фронтальной камеры, да, мы, кстати, так и не посмотрели. Давай, переключаемся сюда. То же самое режим инстаграма. И вот такая вот фишка у нас выходит, как бы, давай, чтобы себя показать. Очень круто, очень круто. Блин, вот эта фишка мне нравится. Live Focus. Вот такой вот. Вау. Ну, это получается, он меня выделяет, все остальное у нас черно-белое получается. Тоже классная фишка. Эффект Рейди. Такое размыливание. О, радиальное. Так. Это у нас просто обычный Live Focus. Окей. Везде HDR on. Видосики на нем можно писать в соотношении, ну, 9 к 16, потом один к одному, либо в полный экран, смотрите. Вот так это все красиво выглядит как раз. О, вообще красотища просто. Значит, камеру можно поставить в режим 4К, Ultra HD, но при этом у нас эффекты будут недоступны. Эффекты у нас только при Full HD работают. Да, ну, в принципе, окей. Для телефона Full HD, мне кажется, снимать это тоже очень круто. Потому что там, ну, разница разрешения уже. Я не знаю, как для меня, так она вообще не играет. Я вот на iPhone Full HD записываю нормально. Конечно, куда без этой фишки, как поделиться энергией. Здесь у нас модуль беспроводной зарядки. И помните, на презентации сказали, что мы теперь можем, как бы, другой телефон от него зарядить. То есть я, по идее, сейчас могу взять свой iPhone. Вот так вот, положить и получить от него зарядку. Если это сейчас включено. Скорее всего, это сейчас выключено. Сейчас попробуем включить. Давайте. Так, возможно, это вот здесь. Вот где-то находится. Да, вот. Да, да, да. More info. Окей. Давай, запустили. Кладем. О, смотрите, iPhone заряжается. Крутотень. Прикольно. Прикольно. Любое устройство с беспроводной зарядкой можно зарядить. Даже подойти и свой iPhone-чик зарядить. Ну, а это вот новые Galaxy Watch Active. Тоже кладем. Ну, и, соответственно, они тоже заряжаются. Но это сейчас, конечно, неудобно так сделать. Очень красиво выглядит. Так, что у нас, теперь он здесь не крутится. Ладно, я до них потом дойду. Я думаю, что сейчас не особо мне интересно. Это нужно сначала с ним постоять и как бы это, его посмотреть. Сейчас моем на S10+. Да вот, в принципе, и все. У меня больше было интересно посмотреть, что там вот именно с этим вырезом. Вот так это выглядит. Но привыкнуть можно. Привыкнуть можно. Смотрите, как красиво они вписали сюда разговорный динамик. Он прям как раз под ободком. Сейчас другие производители тоже так делают. Но Samsung делает дорого. То есть, вот у тебя вот ощущение от телефона реально дорого. Очень классно. И нету таких, значит, вот как краев таких острых. К примеру, ой, если не забыть, по-моему, на S8 версии были мягкие края. На S9 они стали остренькие, как на Galaxy Note. А вот теперь они такие, значит, непонятные. То есть, здесь очень много места и не так скруглен экран. Потому что поняли, что, ну, к примеру, вот эта панелька Edge кому на нафиг нужна? Вы хотя бы распользовались? Ну, все то же самое можно запустить на дисплее телефона. Я ни разу не пользовался. Вот. И, по идее, сейчас тоже перестали так их намного скруглять. Потому что, смотрите, все практически убрали. Здесь можно так свайп сделать, чтобы посмотреть, что здесь такого нового. Ну, это всякие крутые ролики. Да, здесь у нас появился ультразвуковой сканер в экране. Это круто. Что нету теперь никакой клавиши, куда там прижимать палец, ничего находить. Просто на дисплей приложил, все. Телефон разблокировался. Это тоже круто, день. Ну, по первому ощущению, годная тема. Все, годная тема. Да. Так что, пишите в комментариях, что вы думаете. Ставьте оценки. Понравилось, ставьте лайк, не понравилось, ставьте дизлайк. И уже жду не дождусь, когда он поедет в руках, чтобы полностью протестировать. Ну, окей. Давайте. Сейчас пойду смотреть другие телефоны. и понемножку отъезжаем. А тут затесите. Целая стена, которая движется, она сделана из телефонов Galaxy S10+. Прикольно сделали. Представляете, сколько их здесь? А ну-ка, попробуйте, посчитайте, напишите в комментариях, сколько здесь телефонов S10+. И они еще движутся так. Кстати, если вы себе домой планируете покупать телевизор, можно не покупать, можно сделать так, просто купить телефоны и сделать из них телевизор. Вполне себе. А здесь, ребята, я вам покажу. Это версия S10, именно 5G-телефон. Вот это вот реально, видите, Samsung 5G. Вообще просто какая-то убийца. Ну, для меня это что-то пока неведомо. Эти сети 5G. Ну, понятное дело, что это тоже самое Smart. Только здесь у нас он умеет работать в сетях 5G. Сынку прикольный внешний вид. Прям очень чем-то ОПП напоминает по таким вот переливаниям. Ну, вот значок бы, если отсюда еще убрать, было бы тоже нормально. Ну, вот такой вот он, видите, S10 5G-версия. Ничего особенного. Но работает в сетях 5G. Будет. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.